так друзья сегодня последний фильм поднимается ветер с вами присутствует при одном из чудесов вот это вот то что должно было называться фаины но обратите внимание листья уже между ними уже большие вертовозли уже не фаина и как это случилось я вам рассказывал и год и два назад сейчас покажу на дереве чтобы ничего не подумали лишнего вон они последние вот умудрились а это а нет это еще висит так и вот эти еще висят вот они висят вообще поняли как видите назвать их текарями нельзя и сильно шикарными то тоже нельзя посмотрим почему значит понятия химеры придумал не я это смесь такая знаете жуткая смесь генов когда прививка и прямо в районе прививки растет тот самый побег который непонятно подводный или привойдный вот она бирка я показывал рассказывал на бирке написал а это дальше побег пошел ниже и похоже прямо из земли то есть по идее это маджурицы тогда почему вот прямо аж в морду лезет ко мне тогда почему это дерево имеет достаточно крупные культурные плоды если это по двой наука это термин знает но присловие ой поделся ветер куда спрятаться дом присловие даже не так презрительно называют это химера ой какая вкусная химера алкогол так вот химера сегодня термин полузапрещенной науки из мифологии химера это то что живет на грани невозможного помните кентавров помните львов с туловищем человека помните чека не так льва с головой человека это все мифология эту мифологию ученый мир перенес сады нас Юрием Алексеевичем Латинковым вот обоих назвали шаманами наша продукция саженцы удачные прививки вот давить начали удачные прививки презрительно называли химера это при том что сами в этом ни хрена не разбираются химеру можно закрепить повторной прививкой ну смотреть в глаза ученые а и пуститься с теми химеры а человек вам обращать вы же хоть и сказали что ваше шикарное образование ваше шикарное образование не допускает этих химер не допускает и все я тогда не стал думал ко мне будут придираться видите сколько еще висит очень вкусное назовем их достаточно культурное а ведь это манджурцы это манджурцы представляете а это манджурцы вчера я фотографии делал показывал мой первый делал показывал вот это вот просто поднялся ветер они буквально начали сыпаться вот а вчера гости все собрали а мы подошли а на земле было две-три а сегодня вот пожалуйста вот это чудо их надо сюда кого-то быстренько послать ученых буквально выйдет фильм сегодня вечером завтра посмотрит академии наук тут же команда в самолет и быстрее вот эти вот плоды пока висят они должны прямо отсюда и прямо в академии наук почему это манджурские абрикосы это потомки вот это вот вот это вот ему сороковой год я сказал что ему 40 лет что это его юбилей и он на грани выгорания все пришло его время это старость в прошлом году был пик плодоношения 40 сливочный ветер ладно друзья смотрим дальше вы скажете да вроде следов прививки нет а вдруг взяли за голову бабочки а вдруг вот это вот это все таки прививка да говорю была бы прививка но не пошла она мертвая а это вот смотрите из земли идет видеть ладно самая интересная сенсация вот он сосед вот эти внимание есть плодов поменьше вот уже давал плоды крупные роскошные погнать бог на дереве чтобы не заподозрили в чем-нибудь сейчас 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 я же вчера показывал правда дерево а потом поднимем земле и вы будете удивлены вот не могли же не все упасть а вот все почистил я сейчас возьму специально его оторву видите дерево оторвал или вы думаете что я привязываю вот смотрим сюда сюда смотрим и сюда смотрю и сюда смотрю и так просто давили что это все с этого дерево что дальше пока еще работает этот я включился из-за разрядки этот самый фотоаппарат давайте пойдем беседку и посмотрим это уже другое это уже бай видите вот смотрите вот этот бай это уже остатки была роскоши уже все собрали я тимошка за один день тысяч рублей заработал представляете сколько он ведер собрал вот маленьких 10 литров я счет потерял так вот садимся смотрю моргает или нет да моргает просто садимся в любую минуту и так вот один вот я показывал сам основание штаба видны среди прививки так и есть ничего не скрываю ведь и среди прививки вот сделали я назвал офицероде а даже я за меня наука считает что мы садинком занимаемся херней то есть создавем химеры вот и химеры не молодые воды вот отсюда хотите еще раз покажу издаля а вот издаля 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 для чего чтобы убедились что химера бы давно тоже была мертва смотрим поближе смотрим поближе попробовал и сразу отключается все потому что батарея разряжена и у нее нет сил приблизить этот самый ну и так понятно вот на вскидку я где-то лет десять умирать не собирается результат лицо вот он чем ее ценность в отличие от других почему надо чтобы за академию наук срочно бросая все самолет и сюда скорее 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 вот и чтобы я успел сохранить прислать на телеграмму и все это для того почему потому что это будет жуткий абрикос с водикадами усовыми они абсолютно сладкие давайте смотреть так посмотрите вы скажете что он не вкусно еще раз что он это не вкусно и так понятно вкуснее просто не бывает итак химера и так этот я с дерева снял на ваших глазах видите зеленый еще должен был висеть просто показать что то что лежит под ним это не значит что это откуда-то с другого места вот они вот они видите но если я добавлю что я клянусь богом для полноты картины и так раз я поклялся я не шучу тогда получается что мы имеем место имеет место самая настоящая сенсация нужно ей заняться иметь такие плоды с мордостойкостью а джорцев это важнейшее на свете дело наука ау наука отзовись наука еще не поздно идут последние дни из-за этого ветра все сыпется и портится но косточки я честно собираю для вас друзья для науки не достучусь это я и без вас знаю я так чисто символически кричу ау наука ау наука для вас я косточки собираю представляете косточки вот с этого вот чуда сверхсладкого ладжурского абрикоса врослаще некуда